В вооруженных силах Беларуси будет сформировано новое южное оперативное командование, а в перспективе в республике создадут и народное ополчение. Бельгия стала одной из первых стран, где законом была разрешена эвтаназия. Теперь, спустя 20 лет, данная процедура считается здесь вполне приемлемой. В Техасе продолжается расследование массовой стрельбы в начальной школе. Тем временем в Вашингтоне демократы пытаются ужесточить оборот оружия. Заповедник Даньяна на юге Испании под угрозой из-за интенсивного забора воды соседними фермами, считают защитники природы. Местные власти с этим не согласны. В вооруженных силах Беларуси будет сформировано новое южное оперативное командование. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, мысль об усилении южного направления появилась еще до войны в связи с давлением со стороны НАТО в Польше, Литве и Латвии. Новая белорусская группировка будет создана за счет ротации войск. В то же самое время в правительстве республики заявили о планах создать народное ополчение. По словам министра обороны, это должно стать превентивной мерой против возможных вторжений на белорусскую территорию. Беларусь формально не участвует в российском вторжении, но предоставляет инфраструктуру для переброски российских войск и лечит раненых российских солдат. Минобороны Украины еще в марте сообщали о запусках тактических ракет с белорусской территорией и сейчас, по мнению Киева, вероятность продолжения таких обстрелов остается высокой. В свою очередь, Минск обвиняет Украину в попытках организовывать диверсии на границе и на коммуникациях. 27 мая исполняется ровно 25 лет со дня подписания основополагающего акта Россия-НАТО. Это историческое соглашение, заключенное в 1997 году в Париже, стало основой для отношений Москвы с Альянсом. Его целями была поддержка баланса интересов сторон и разоружения. Преамбула договора гласила, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. Документ был, чтобы и именно сложилась такая обстановка, что все, и в том числе и Россия, чувствуются уютно, уютно в Европе. Он даны ответы на очень непростые вопросы. Для нового НАТО мы будем работать с Россией, а не против нее. Уменьшая соперничество и страх, укрепляя мир и сотрудничество, противостоя общим для всех демократии угрозам безопасности, НАТО будет способствовать стабильности во всей Европе, включая Россию. После вторжения России в Украину президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО де-факто перестал существовать. А глава британского МИДа Ли Страс назвала соглашение устаревшим и призвала перестроить международную структуру безопасности, так как Москва, цитата, «откровенно игнорирует и подрывает договор». 20 лет назад Бельгия стала, вслед за Нидерландами, второй страной в мире, где была законодательно разрешена эвтаназия. За это время данная процедура, долго считавшаяся недопустимой, стала восприниматься обществом как вполне приемлемая. В прошедший месяц назад в Брюсселе акции протеста против эвтаназии приняли участие лишь 350 человек. Несколько выдающихся представителей католических университетов заняли по этому вопросу позицию, выразив идею о том, что закон может быть гуманистическим, даже если он может быть противоречным определенным церковным правилам, которые, возможно, не вполне подходят современному обществу. «Процедура предусмотрена лишь для неизлечимо больных и испытывающих постоянные невносимые страдания людей, выразивших такое желание по собственной воле. Эти снимки моей мамы сделаны за три часа до эвтаназии. И для меня очень важно сохранить в памяти именно такой прекрасный образ, образ энергичной женщины, идущей навстречу судьбе, а вовсе не образ жертвы. Во всяком случае, для нас созданы хорошие условия. Я искренне хотела бы, чтобы и другие страны последовали примеру Бельгии». В настоящее время эвтаназия в той или иной форме разрешена законом во многих, но далеко не во всех странах Евросоюза. В некоторых из них разрешена пассивная эвтаназия, при которой пациенту перестают оказывать врачебную помощь, что ускоряет наступление смерти. «Старонники эвтаназии отмечают, что ее легализация способствует снижению числа самоубийств. Между тем, противники эвтаназии приводят иные статистические данные, согласно которым как в Бельгии, так и в Нидерландах за последние годы число самоубийств выросло. 18-летний старшеклассник, в начале недели застреливший 19 детей и двух учительниц в начальной школе в Техасе, вошел в здание без сопротивления, с чьей-либо стороны заявили в местном департаменте общественной безопасности. Предыдущая версия событий была другой. «Сообщалось, что офицер полиции, работающий в школе, на входе оказал сопротивление подозреваемому. Это неверно. Злоумышленник беспрепятственно вошел в здание. По дороге из дома бабушки к сточной канаве и оттуда в школу он никого не встретил». Пока в Техасе идет расследование, в Вашингтоне пытаются ужесточить оборот оружия. 90% владельцев оружия поддерживают общую проверку биографии, 84% республиканцев и 80% членов Национальной стрелковой ассоциации поддерживают проверки. Как сказал президент на прошлой неделе, время превратить боль в действие. Конгресс должен действовать. Тем не менее, первая попытка демократов ограничить свободную продажу оружия накануне провалилась в Сенате. Республиканцы заблокировали законопроект о борьбе с внутренним терроризмом, заявив, что в случаях массовой стрельбы виноваты люди, а не пистолеты. Сегодня в Хьюстоне в четырех часах езды от места трагедии начинается крупнейшее мероприятие американского оружейного лобби. На нем покажут десятки последних моделей пистолетов и винтовок. Ожидается, что его посетят, в том числе, бывший президент США Дональд Трамп и сенат-республиканец Тед Круз. Впрочем, активисты, вышедшие на акцию протеста к Капитолию, все еще надеются их переубедить. Неправительственная организация Open Arms заявила, что ее спасатели подняли на борт судно «Астрал» 110 мигрантов, оказавшихся в Средиземном море в очень тяжелых условиях. Во время спасательной операции одна из лодок, переполненных людьми, перевернулась. Основатель Open Arms Оскар Кэмс обрушился с критикой на мальтийские, итальянские и тунисские власти, заявив, что они не ответили на сигнал СОС. В Суницкой мечети в Кабуле прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек и 22 получили ранения. В этот день в афганской столице и в Мазари-Шарифе на севере страны произошла серия взрывов, жертвами которой в общей сложности стали 15 человек и более 30 пострадали. До сих пор ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее. Владельцы акций Твиттера подали иск к Илону Маску и компании. Инвесторы утверждают, что миллиардер стремится снизить цену акций Твиттера, чтобы отказаться от сделки или договориться о значительно более низкой цене покупки. Акции компании уже упали на 12%. Маск договорился о покупке Твиттера за 44 миллиарда долларов в конце апреля, но затем приостановил сделку из-за недовольства количеством ботов в соцсети. Национальному парку Даньяна в провинции Уэльва на юге Испании, где находится одно из крупнейших в Европе водно-болотных угодий, угрожает интенсивное земледелие. По словам ученых, водоснабжение парка резко сократилось из-за изменения климата и чрезмерного забора воды соседними клубничными фермами, часто из незаконных колодцев. Даньяна внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На ее 100 тысячах гектарах насчитывается несколько тысяч видов животных и растений. Чрезмерная эксплуатация подземных вод разрушает места обитания Даньяны. Нам нужны радикальные изменения, которые включали бы прекращение чрезмерной эксплуатации подземных вод и закрытие колодцев, что должна сделать администрация. Нам нужно прекратить добывать так много воды, ограничить текущие заборы, сократив их вдвое. С этим не согласны фермеры. Посевам необходима вода, чтобы урожай мог вырасти. У нас в муниципалитете Альмонте есть 4200 гектаров орошаемых земель. Если они сократят подачу воды наполовину, нам придется сократить урожай ферм вдвое, сократить орошаемые земли до 2100 гектаров. Провинция Уэльва в Андалусии первая в Европе по производству клубники. В отрасли работают до 100 тысяч человек. Противовес защитникам окружающей среды, Народная партия, находящаяся здесь у власти, при поддержке ультраправой партии ВОКС, продвигает законопроект о расширении прав на орошение. В Уэльве нет проблемы с водой, это ложь. Эта проблема создана искусственно. Даньяне ничего не угрожает. Проблему можно решить очень просто. Нужно лишь перевезти сюда воды реки Гавадианы. Но защитникам Даньяны это не убеждает. Это решение краткосрочное, потому что когда нет дождя, то его нет везде. Изменение климата влияет на нас, на всех. Поэтому нам нужно переосмыслить модель в Даньяне. В этом противостоянии защитники окружающей среды могут рассчитывать на поддержку, к примеру, ЮНЕСКО. Озабоченные в Брюсселе откуда грозят санкциями Мадриду за невыполнение обязательств по управлению водными ресурсами. А около 20 европейских сетевых супермаркетов, в том числе Лидл и Алди, основные покупатели испанской клубники призвали власти Андалусии отказаться от проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова